Музыка Крымский парламент подавляющим большинством голосов принял исторические решения. Решение первое. Войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации. Решение второе. Назначить на 16 марта 2014 года общекрымский референдум. Под общекрымским референдумом понимается проведение референдума также в городе Севастополе. На всей территории Крыма, включая город Севастополь. На референдум вынести следующие вопросы. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Или альтернативный вопрос за сохранение статуса Крыма в качестве территории Украины? Кроме того, этим же решением Верховного Совета Крыма было принято обращение к президенту Российской Федерации и Федеральному собранию России, в частности Государственной Думы Российской Федерации, в начале процедуры присоединения Крыма, Республики Крым, в качестве субъекта Российской Федерации к Российской Федерации. Сюда из Одессы автобусом по последним сообщениям едет миссия невооруженных военных наблюдателей ОБСЕ. Как вы относитесь к этой миссии? Каковы перспективы и готовы ли крымские власти показать все, что их интересует? Спасибо. Крымские власти абсолютно открыты. Все процедуры, связанные с проведением общекрымского референдума на территории всего Ково-острова, включая Севастополь, будут проходить публично в соответствии с международными стандартами. Поэтому все международные наблюдатели, имеющие соответствующий мандат, подтвержденный международным законодательством, имеют право быть на территории Крыма и транслировать, и наблюдать за процессом воли и изъявления всех крымчан. John Simpson, from the BBC. Мы понимаем, что сегодня парламент обращается к федерации русской федерации и увидим, что это возможно для крымчанской федерации кризисной федерации кризисной федерации кризиса. Can you explain to me how this could possibly be legal or constitutional before a referendum of the people takes place? If it possible, I am answered to your question by Russian. Okay? Yes. Решение Верховного Совета Крыма сегодня является абсолютно легитимным. По одной простой причине. Сегодня в государстве Украины нет легитимных органов власти. Фактически в Киеве произошел антиконституционный переворот по захвату власти незаконными вооруженными формированиями. В этом и заключается основание нашего референдума. Сегодня конституционной, легальной власти в Украине нет. Поэтому всю ответственность за ситуацию в Автономной Республике Крым принял единственный уполномоченный для этого орган автономии. Это Крымский парламент. За Крымский парламент проголосовали, за его депутатов проголосовали все граждане Крыма. Поэтому Крымский парламент имеет право действовать от имени всех крымчан. Сергей Мельник, новостное агентство Харькова. Скажите, в период между этим решением и проведением референдума каким образом будет осуществляться выплата пенсии бюджетникам и в какой валюте это будет происходить? В настоящий момент у нас нет никаких долгов по социальным выплатам. Буквально вчера и позавчера были выплачены все обязательства крымского правительства по зарплатам, пенсиям и социальным выплатам. В настоящий момент мы готовимся в случае положительного вынесения решения подавляющим большинством крымчан и согласиям уполномоченных структур Российской Федерации к введению в Крыму рублевой зоны. Более 60% крымчан сегодня относят себя к русско-культурным гражданам. 58% это этнические русские, около 20% это украинцы, которые в большинстве своем относят себя к русско-культурным гражданам, около 14% это крымские татары. Очень несложно спрогнозировать, что около 70% и более крымчан выскажутся за присоединение Крыма в качестве субъекта Российской Федерации к Российской Федерации. Телеканал АТР. Скажите, пожалуйста, помогите нам немного проследить вашу логику. Зачем назначать референдум, если вы уже приняли решение о том, что Крым будет в составе Российской Федерации и согласовывали ли вы это решение с крымскими татарами, с миджлицем? Спасибо. В настоящий момент Верховный Совет имеет полномочия принимать решение от имени всех крымчан. Мы хотим подтверждить наше решение референдумом, поэтому решение абсолютно логично. Относительно позиции крымских татар в настоящий момент идет переговорный процесс. Я пока не хочу комментировать. Вчера президент Республики Татарстан Руслан Мургалиевич Миниханов озвучил лидерам Меджилиса предложение. Они должны в ближайшее время ответить на это предложение. Я более чем уверен, у лидеров крымских татар хватит мудрости сохранить межнациональный мир и согласие. Более того, сегодня новые крымские власти готовы взять на себя обязательства перед крымскими татарами о включении соответствующих пунктов в разделы новой конституции Крыма как части Российской Федерации. В этой конституции будут учтены права и свободы крымских татар. Крымским татарам будет гарантировано участие в принятии решений на всех управленческих уровнях. Кроме того, крымское правительство берет на себя обязательства по финансированию самых важных проблем, связанных с обустройством и размещением крымских татар на территории полуострова. Штефан Штопник, Немецкая ТВ, АРД. Объясните мне, пожалуйста, потому что я неправильно понял. Вы уже решили подключиться к России. Зачем вам референдум? В какой смысле мне референдум сейчас? Верховный Совет Крыма принял историческое решение о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации. Теперь это решение должно пройти народное обсуждение на референдуме для того, чтобы подтвердить решение депутатов Крымского парламента. Значит, вы решили, и вот народ одобрает, да? Народ должен либо одобрить, либо сказать свое «нет». Русская служба новостей. Мне расскажите, осталось 10 дней. Вы успеете подготовиться к референдуму? И как вообще все будет организовано, бюллетени будут печататься? В настоящий момент создана комиссия по проведению референдума. Созданы специальные все службы для проведения референдума. Идет подготовка списка избирателей. Занимается это все по вертикали Ассоциации местного самоуправления. То есть местные советы на местах, начиная с сельских советов, включая районные советы, включая Верховный Совет Крыма, взяли на себя обязательства по обеспечению выборов. Финансирование в бюджете Автономной Республики Крым для обеспечения выборов предусмотрено. Выборы пройдут легитимно, выборы пройдут открыто, публично и демократично. Относительно украинского законодательства сегодня мы подчеркиваем, мы считаем, что в Украине сегодня нет легитимного конституционного строя. Что власть в Киеве захватили вооруженные группировки, которые не имеют никакого отношения к легально действующим органам власти, которые официально не сложили из себя полномочия и не прошли процедуру импичмента. Таким образом, Крымский парламент взял всю юридическую, правовую ответственность и политическую ответственность за судьбу полуострова. Ильдар Нигматулевна, газета «Бизнес онлайн». Расскажите, пожалуйста, каковы ваши впечатления от общения с делегацией из Татарстана и готов ли полуостров к войне? Все, пока. Говорить о войне сегодня не хочется. Я хочу сказать, что в Крыму сегодня, слава Богу, здравый смысл побеждает. Все горячие головы, призывающие к какому-то либо видам гражданского противостояния. Я убежден, что в Крыму сохранится мир, стабильность и спокойствие. Отряды народной самообороны Крыма это гарантируют, обеспечат мир в Крыму. Скажу, ваш от Миниханова. Значит, Рустам Миниханов продемонстрировал свои тонкие дипломатические способности. Достаточно конструктивный был диалог с крымско-татарским сообществом, с представителями крымских татар, как с духовенством, так и с лидерами Межлица крымско-татарского народа. Я повторюсь, идет непростая дискуссия среди Межлица. Я убежден, что крымские татары используют свой исторический шанс для восстановления своих прав в рамках Конституции Крыма как субъекта Российской Федерации и получат также достойное финансирование всех программ по возвращению депортированных к нормальным условиям жизни. Как сейчас относятся господа Аксенов и Константинов к решению Шевченковского райсюда об их задержании временном? Председатель Верховного Совета Владимир Константинов и председатель Совета Министров Сергей Аксенов считают это решение незаконным и более того, все решения нелегитимной киевской власти считают как таковыми, которые не имеют никакого правового обоснования. Есть ли у них намерение уезжать из Крыма сейчас? Никакого намерения уезжать из Крыма нет. Они в соответствии с полученными решениями исполняют свои обязанности спикера и премьера. Мы татар, как говорится, обеспечим. А остальное, весь народ, как будет решаться вопрос об их работе, зарплате, пенсии? Спасибо за вопрос, за ваш. В ближайшее время крымское правительство предоставит свою программу развития. Эта программа получит обеспечение, в том числе при поддержке целого ряда структур Российской Федерации. Будут созданы новые рабочие места и будет реализован целый ряд инвестиционных проектов. Максим Николаев, Россукоренформ. Скажите, вот ваше сегодняшнее решение базировалось на каких-то уже имеющихся аналитических выкладках по последствиям этого решения? Это решение базировалось на волеизъявления значительного количества граждан. Вы знаете, крымские депутаты работают вокруг, общаются со своими избирателями. И это решение осознанное, взвешенное и безальтернативное. Если Крым становится частью Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, в настоящий момент мы готовим договор между субъектом Российской Федерации и собственно Российской Федерацией, в рамках которых будет определен порядок, полномочия Крыма, а также целый ряд экономических показателей, которые будут определять жизнь Крыма. Естественно, как часть России мы будем находиться в российских экономических условиях, соответственно в рублевой зоне. В настоящий момент работает значительно большая группа специалистов из России, которые готовятся обеспечить вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Вопрос. Что касается вооруженных сил Крыма на данный момент, в случае перехода под установление субъектов Российской Федерации, у Крыма будут собственные вооруженные силы или будет остаться система общероссийская? В настоящий момент, в связи с тем, что Крым стал территорией Российской Федерации, единственными законными вооруженными формированиями на территории Крыма являются российские вооруженные силы. Вооруженные силы третьих государств или иных государств будут считаться оккупантами с соответствующими последствиями для себя. Украинским вооруженным силам предложено либо сложить оружие, написать соответствующие рапорты и написать заявление о вхождении в российское гражданство и вступление в российские вооруженные силы после принятия присяги. Если они не согласны, мы готовы, крымское правительство, готовы обеспечить им безопасный выход с территории Крыма на материковую Украину. Как вы думаете, что Российская Федерация Президента Путина благодарит вам решению или нет? Я убежден, что Российская Федерация примет предложение к крымчанам, предложение Крыма и Крым в самое ближайшее время станет полноправным членом, субъектом Российской Федерации. Черноморка, скажите, каким образом будет происходить взаимодействие между Крымом и Украиной в случае принятия решения в пользу России? Это будет отношение между Российской Федерацией и Украиной. Крым будет, естественно, сотрудничать с регионами Украины на уровне межрегионального сотрудничества.